Всем привет! Меня зовут Алина, и сегодня я вам хочу рассказать про свой последний поход в Second Hand. Однажды после учёбы я решила, а почему бы не сходить в Second, который находится через дорогу от моего универа. В принципе, думала я недолго, я посмотрела, что по календарю скидок у него сегодня там сколько, по 200 рублей вещи, думаю, терять мне нечего, бегом туда. Прихожу я туда и понимаю, что, офигеть, очень много крутых вещей. Я хочу вам сказать, что я не любитель масс-маркета за счёт того, что я лет с 12, наверное, открыла для себя мир Second, и поняла, что там можно найти не менее крутые вещи. Причём такие вещи вы не встретите нигде, то есть, по сути, это будет реально один экземпляр, в то время как в масс-маркете штаббуются вещи, и потом ты проходишь по улице, смотришь, пиджак Зара, пиджак Зара, пиджак Зара, пиджак Зара, и всё одинаково. Я не против этого, я вообще не против этого, но просто это не моя история. Мне всегда нравилось копаться в вещах, находить что-то такое уникальное, индивидуальное, и как раз и для сегодня я вам буду рассказывать про такие вещи. Стоит, наверное, начать с того, как я и сказала ранее, я обожаю винтаж уже с детства. Я очень люблю ходить по Second, и в большинстве своём, если вы хотите найти действительно классные, уникальные вещи, вам придётся повозиться, покопаться, и не вот просто пройти, вот так посмотреть, оглядеться и сказать, мне ничего не нравится. Это так не работает, это не магазин. Действительно, иногда очень крутые вещи могут даже, знаете, человек может взять вещь и повесить там, например, джинсы, повесить в свитера, и вы их никогда не найдёте, эти крутые джинсы, потому что будете искать их в джинсах. И поэтому, короче говоря, нужно искать, исследовать просто всё, и тогда вы точно найдёте вещь, которая вам откликнется. Ой, что-то какая-то предыстория длинная вышла, да? Ну, возвращаемся к теме про то, что я ходила в Second Hand после универа. Захожу я в замечательный Second Hand, он называется Планеты Second Hand, находится по адресу, напишу вот здесь, потому что я не помню, но скажу одно, он находится на метро Аэропорт. Прихожу я туда, и, как говорила, уже там вещи сегодня в столе по 200 рублей или по 150, я точно не помню, и, господи, сколько там жакетов, пиджаков, джинс, свитеров. Это просто вау. И вот, переходим к показу вещей, которые я купила. Первый лот вы можете видеть на мне, он меня покорил сразу. Просто посмотрите на его расцветку. Я когда увидела этот пиджак, я думала, я бы его и за 5 тысяч купила, но в масс-маркете такое не шьют, а вот в винтажке, винтажке такое вообще на весь золото. Просто посмотрите на то, как он на мне сидит, как он дорого выглядит, и разве скажешь, смотря на него, что он стоит всего 150 рублей? По-моему, вообще нет, потому что цена-качество, вау. Следующий пиджак, это вообще мой фаворит, и он мне почему-то напоминает пиджак из Шанель. Просто посмотрите, как он дорого выполнен. Обстрочка, фурнитура, невероятно подходящая. И это горловина. Это же просто вау. Я давно не встречала такие воротники, и увидев его, я поняла, мне надо. Очень странно, но в этот заход в секонд я купила исключительно пиджаки. Я не знаю, с чем это связано, возможно, у меня какая-то пиджачная болезнь головного мозга, я не знаю, как это назвать. Если знаете, напишите в комментарии, и это вообще жесть. Мне очень нравятся в последнее время шакеты. И следующий жакет будет серого цвета. Он классический. Просто посмотрите на его лацканы. Он сочетается просто со всем. Мне кажется, что пиджак это тот элемент гардероба, который позволяет выглядеть круто. Несмотря на то, будет он стоить 100 рублей, 1000 рублей, 11000 рублей. Если вы нашли в секонде крутой пиджак, у него классная ткань, фурнитура, он на вас хорошо сидит, просто берите его. Берите и даже не задумывайтесь. Потому что, честно говоря, все пиджаки, которые я покупала в масс-маркете, через пару месяцев у меня вытягивались каким-то чудесным образом рукава. Они просто начинали блекнуть у меня. Был бежевый пиджак, он стал такой, знаете, молочный. Просто цвет как-то вымылся. Рукава вот просто увеличились в размерах, и я его теперь не ношу. Следующий жакет напомнил мне бренд Бербери. Это, конечно же, связано с его расцветкой. Просто посмотрите, какая она классная. Это такой жакет-рубашка. Он идет на молнии. То есть мы можем его застегнуть, и у нас будет классная рубашка с воротником. Или же мы можем его оставить расстегнутым и под низ надеть, например, топ или же водолазку. Далее идет интересный жакет. Он состоит из двух цветов. Серый и красный. Сейчас осталось два пиджака. Предпоследний стал мастхевом для моих клиенток. Я его постоянно беру на съемки. Он темно-синий с голубой полосочкой. Это же просто вау. Мне очень нравятся пиджаки с мужского плеча. Они безумно изящно смотрятся на хрупких девушках. Да и вообще на всех девушках они смотрятся офигенно. И последний пиджак тоже является мастхевом на моих съемках. Это просто темно-синий офигенный классический пиджак. Да, он мужской, как и большинство пиджаков в сегодняшней подборке. Но просто посмотрите, как он офигенно выглядит. На этом все. Спасибо большое, что досмотрели этот ролик до конца. Мне очень приятно. Напишите, пожалуйста, в комментарии, ходите ли вы в секунды. Если да, то какую одежду вы там чаще всего покупаете и какие ваши любимые секунды. А если нет, напишите, почему вы не ходите. И пойдете ли вы после этого видео. Спасибо вам за внимание. С вами была Алина. Всем пока.